В ближайшие дни гонщики из трех спидвейных клубов страны будут товарищами по тренировкам. В Балакове проходят сборы команды России по спидвею. С собой прихватили мы кроссовый мотоцикл. Если дорожка не будет позволять выехать на Гаревом мотоцикле на трек, то возможность такую рассматривали уже как бы и с Денисом Безатулиным, и с Октябрьского приехали. Разговаривали, чтобы выехать на кроссовую трассу, где более-менее по суше будет, без снега. Тренажеры, игровые тренировки, бассейн и даже культурная программа. График гонщиков расписан по минутам. Такие сборы сильнейших спортсменов проходят впервые почти за три десятка лет, хотя в СССР они были традиционными. Тренер «Искатурбина» Валерий Гордеев вспоминает, как советские гонщики готовились к соревнованиям. На многих сборах были и возили нас и в Армению на горные лыжи. Занимались вплотную тогда, а потом вот как союз развалился, уже все, никто этими сборами не занимался. В этом году традицию проведения сборов решили возродить. Поддержку оказал Балаковский филиал АО «Апатит». Химики много лет выступают генеральным спонсором Балаковской турбины и в деле организации сборов тоже не остались в стороне. Когда руководство турбины к нам обратилось с таким предложением, что выступить организаторами по проведению этих сборов мы, конечно же, не могли не откликнуться и помочь в организации всего этого мероприятия. Это и предоставить и ФОК, и тренажерный зал, и бассейн, чтобы ребята могли полноценно позаниматься, подготовиться. Многие российские спортсмены весной уезжали в Польшу, готовились к участию в различных лигах, да и к российскому чемпионату. Теплеет там раньше, и на трек можно выходить уже в конце марта, начале апреля. Но в этом году ситуация изменилась. Нас отовсюду убрали. На чемпионат мира не едем, на Европу не едем. Будем только чемпионат России проводить. И чемпионат России у нас тоже будет очень тяжело проходить. Из-за санкций спидвейные клубы не могут приобрести резину, запчасти на мотоциклы. Турбина, к примеру, успела закупить практически все необходимое, кроме обуви для колес. Но оптимизма никто не теряет. Пока есть прошлогодние запасы комплектующих, и спидвейный сезон начнется уже в мае. Кое-какие изменения мы сделали в календаре. Полуфиналы немножко на потом убрали, чтобы дать больше времени для подготовки. Вернутся все спортсмены серьезные, сильные наши, и будет действительно хороший гонк. Лучшим гонщикам турбины, мегалады и башкирии не терпится выйти на трек. Поэтому стадион труд сейчас усиленно очищают от снега. Сборы будут проходить до 14 апреля. И участники надеются, что гаревая дорожка успеет подсохнуть. Ну а болельщиков ждут на первую гонку сезона 25 мая, накануне Дня химика. Турбина будет принимать башкирию.